Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск касается каждого. Спасибо большое, что лайкаете, комментируете, Чент всё видит, продолжайте дальше, вам не сложно, мне очень приятно. И у нас сегодня новый выпуск под названием «Запутанный треугольник». А будем разбираться в этих всех любовных историях, усаживайтесь, улаживайтесь поудобней, потому что мы начинаем. Здравствуйте, это ток-шоу на Интере касается каждого, программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Что важнее в тесте ДНК? Доказать отцовство или измену? Это семейная фотография Алексея и Виктории. А это семейная фотография Алексея и Ирины. Этот семейный треугольник уже несколько лет не позволяет бывшим и нынешним супругам быть счастливыми. После того, как Ира разрушила две семьи, свою, мою, в притяжении пяти лет она мне не даёт наладить свою личную жизнь. Четыре года Виктория Дудник и Алексей Саламатов из Кривого Рога считались идеальной парой. В любви родился и сын Кирилл. На семейное счастье осталось только на фото. Как только в отношения вмешалась измена. Я ездила в командировки, она периодически то ходила гулять, то её сестра прикрывала, что она дома, она спит. Я ловил лично её за гульками, как она гуляла с другими. Когда-то Ира мне попросила прийти забрать её лёшины вещи. В Олимпике я нашла бумажку. Я тебя люблю, ты там любишь Вику, чтобы было такое написано. После бесконечных скандалов Алексей решил уйти из семьи. Но почти сразу после развода заявил, что сомневается в родстве с сыном. Я уже знал, что у неё были отношения с другим парнем. То, что она мне сама лично говорила мне, моей маме, что это не мой ребёнок. В отцовство Алексея не верит и его мама. Она утверждает, что после перенесённой в детстве болезни её сын вообще не может иметь. И вообще, как бы, там тоже трое детей от него. И это тоже не его. Вообще у неё детей не может быть. В детстве ему девочка по Коко Шанелям с ноги врезала. И всё, как бы, вы же понимаете. Один раз ударил и, пиши, пропало. Да, пацаны? Кто знает эту тяжёлую боль ни одной женщине не понять. Удар по бубенцам. Это такая глухая. Продолжаем. Детей. Когда-то кто-то там его ударил. Серьёзно? То есть я такая, что на этом фоне без сонал, а она такая, ну так, когда-то его там ударили по Коко Шанель. Всё? Получилось, что да, там дали бумажку. Что, могут быть проблемы, не может быть детей. Вообще-то там была бумажка, что вроде бесплодие написано, что это два года якобы. И то это такое, что это, клинический диагноз. Бесплодие первой степени два года. Ну, типа, за два года яйки поджили и всё. Где тут написано, что он бесплодный на всю жизнь? Думажку. Что, могут быть проблемы, не может быть детей. Но 25-летняя Виктория Дудник не намерена сдаваться. Она готова провести тест ДНК и доказать бывшему мужу, что Кирилл его родной сын. Швекруха мне тыкала этой бумажкой, о том, что Лёша бесплоден. Мне интересно, откуда у Ирины могут быть дети. От кого, если Лёша бесплоден? От святого духа. Отверждение собственной верности или месть за измену мужа. Я думаю, она это всё делает для того, чтобы либо вернуть Алексея хочет, либо, можно сказать, просто отомстить. Почему дети оказались заложниками любовного треугольника? В студии «Касается каждого» мы узнаем... Вообще, да, всё-таки, у бездетного четверо детей. Вот так вот. ...анализа ДНК и увидим, как один тест на отцовство может изменить отношения сразу в двух семьях. Итак, тема нашей программы – запутанный треугольник. И 25-летняя Виктория Дудник из Днепропетровской области приехала в нашу студию, чтобы доказать бывшему мужу, что её единственный ребёнок – это его сын. Встречаем Викторию. Здравствуйте, студия. Я приехала отстоять не себя, а своего ребёнка, чтобы доказать мужу о том, что сын является его. А когда вообще впервые появились такие подозрения, что сын не его? «Как вам объяснить? Я, получается, когда с Лёшей встречалась, я думала, у нас с Лёшей не серьёзные отношения. Я потом познакомилась с мальчиком. Она тогда была молодая, я никакие серьёзные отношения не думала. От начала. «Просто хотела так. Чики-пики». «И я, когда узнала, что я беременна, я разошлась с мальчиком уже давненько, ну, а с Лёшей я встречалась заново». «Сыграли свадьбу?» «Да, девятый месяц». «Сколько лет вы вместе прожили потом?» «Почти где-то около трёх лет или два с половиной. У вас родился ребёнок?» «По залёту, судя по всему». «Мы его назвали Кирилл». «Давайте называть всё своими словами». «Насколько рад был Алексей в вашей беременности?» «Зато вначале такая идеальная семья, вот идеальная. Я вообще как бы не планировала с ним, как бы просто так чисто мы чпехались. Но отношения не собиралась строить. Но понимаете, как бы забеременела, залетела. И на девятом месяце мы сыграли свадьбу. Я когда слышу «идеально», я вот где-то так себе представляю, что должны строиться отношения. Вот прям вот вижу, как Лёха так тоже будет идеально строить. У него улыбка была. Он радый был. А я ему говорила, ну мы когда вышли за больницей, да, у меня руки трусились. Я думаю, боже, только я школу закончила. Что родители нам скажут? Ну я ещё не выучилась, я ничего. Он мне говорит, ничего не скажут. Мама нам поможет. Ну, тётя Оля, моя бывшая свекруха, нам поможет. А она поддерживала ваши отношения? Поддерживала. Вы ей нравились? Вроде бы как нравилась. И когда она узнала, что вы беременна, она тоже обрадовалась? Начала нам говорить, а вы не выучились, а вы на ноги не встали. Она на что намекала? Ой, что-то я сделала. Она намекала от этого. Я была против. Ну как бы там ни было, вы сыграли свадьбу. Вы поженились. У вас родился сын. Почему распалась ваша семья? Распалась семья из-за того, что он изменился. Он поменялся очень... Он раньше был не такой. Он поменялся. Мы жили у моей мамы, получается, у моих родителей. Он изменился. Когда он начал ездить в командировку в Киев. Начал кушать. С Киева приезжать, с друзьями гулять. Виктория вспоминала о своей жизни с Алексеем. Она об этом рассказывала перед программой. Внимание. Это комната, там, где я с Алексеем жили. Тут мы спали с Алексеем на этой кровати. Стояла здесь детская коляска. Вот все игрушки, что я купляла, получается, за свои деньги. Там бабушка могла купить, там крестное. Вот так вот. За свои или за детские? На День Святого Николая мы подарили Кириллу медвежонка. Это его любимая мишка. Тут были конфеты. Он всегда, каждое утро проверял кармашек. Леша никогда не интересовался ребенком. Никогда не зарекался им. Кирилла я с садика забирала. Он сидит, одевается, сидит, плачет. Говорит, мама, где мой папа? Я просто ему сказала, что у твоего папы есть свои дети. А ты не свой? Он такой, да. Я говорю, да. Я у него спросила, а ты хочешь его увидеть? Он такой, говорит, нет, не хочу. У него свои дети. Не, ну, конечно, так это ты же малому сказала. Нашла, что у него свои дети. Ну, тоже, некоторые женщины, вот, знаете, на этой обиде, я не говорю, что мужик святой, типа, вообще, типа, история не об этом. Как сказать твоему отцу? У тебя у него свои дети, а ты, как бы, вообще не его ребенок. А вот тут та пословица шикарная, шо-то за кума, шо-пид кумом не была. К нам часто, часто, очень сильно часто к нам в гости приходила. Я не подозревала. А сколько таких семей-то реально, да, вот там, где кум, кума, мы туржом бывают, а тут реально так семьи строятся. Такий муж есть. Она тоже в тот момент была замужем? Да. То есть вы считали ее подругой? Да. Делились, наверное, чем-то таким сокровенным? Я пыталась ей быть больше, чем подругой. Я пыталась, как она мне говорила, от меня все отвернулись, родители, ну, близкие люди. Она просила мне, чтобы стать ближе, чем подруга, даже как сестра. Это, безусловно, очень больно, когда особенно речь идет о близких людях, о людях, которым вы в какой-то период открывали душу и сердце. Она вас предала. Вас предала и, наверное, ваш супруг на тот момент. больше муж. Но, не менее больно слышать сейчас от него в то, что он не признает ребенка теперь. Да, зато он и рынок детей... Вот почему вдруг сейчас он стал сомневаться в том, что Кирилл это его ребенок? Потому что ему в голову это вбивает, что Кирилл это не его ребенок. Его мать? Может быть, вы давали ему повод так считать? Когда я была беременная, я ему говорила, это не твой ребенок, я не от тебя беременна. Что-то есть. Мне так кажется. Так, может, действительно это не его ребенок? Это его ребенок. Я это знаю, уверена. Давайте послушаем, что ваш бывший муж Алексей по этому поводу рассказал нашим журналистам. Внимание. С Викой встречался около 4-5 лет. Это была любовь. Это была любовь. Ну, периодически она заглушалась из-за гуляк, из-за отношений ко мне. По Кириллу я все-таки скучаю. Не проведу из-за того, что у меня сейчас у самого уже трое детей. И возможно... А почему не бедись со своим сыном? Ну, причина у меня потому что у меня еще есть дети. Ну, да, согласен. Ну, тогда, да. У меня вот такого нету. Я уже знал, то, что у нее были отношения с другим парнем, то, что это... Она мне самолично говорила мне, моей маме, что это не мой ребенок. Ирина появилась после того, как мы с Викой расстались за долгое время. После того, как мы уже с ней расстались, у меня была уже даже еще одна девушка до Ирины. И конфликт этот весь длится. Я думаю, что он из-за того, что Виктория просто не может никак забыть меня. Или хочет просто нас с Ириной рассорить, или просто вернуть к себе. Сейчас у меня новая семья, и о прошлом я не вспоминаю и не хочу вспоминать. Единственный вопрос только остается в Кирилле. Ваш бывший муж считает, что вы таким образом хотите еще и вернуть как-то его... Я его не хочу после этого всего. После всего, что случилось, то, что он мне с Ирой сделали, я его возвращать не хочу. Нынешняя жена Алексея, Ирина, вот как она это все комментирует? Внимание! Раньше на этом месте был ночной клуб «Жара». Виктория тут работала. Она была в не очень трезвом состоянии, она начала мне рассказывать. Так и так, что она тут работает вообще, как бы сказать, официально официанткой, но так она ездит по вызовам. Ей за каждый вызов платят около 700-800 гривен. Она предлагала и мне, и так само моей, можно сказать, куме приехать и сюда тоже поработать. Сейчас этот клуб закрыли по такому поводу. Я слышала то, что он считается как бы на уровне борделя, а тут постоянные стриптизы, девочки, мальчики по вызовам, как говорится, тут все, что угодно творит. Сейчас на этом месте уже другой клуб. Что вы скажете на это? Нет, я там не работала. Я работала рядом, получается, там кофейная находится. Для чего тогда она это все рассказывает? Она меня ненавидит из-за чего-то. Она вам мстит? Я не знаю, за что она мне мстит. Она забрала Лешу, что ей еще надо? Как она мне писала, моему зятю говорила, что она меня хочет отправить под землю, чтобы я там гнила. Но это разве нормальный человек? В нашу студию приехал бывший муж Виктории, Алексей Саламатов. Давайте его выслушим. Альфа-самец! Я не уверен, что это Кирилл, мой ребенок, потому что в то время, когда мы с тобой встречались, я же тебя не один раз видел с парнем, которым ты гуляла. Со Стасом? Да, со Стасом. Это до этого. Это было до этого. Как до этого? Мы только-только со Стасом начали, пытались отношения. Но это было как раз в сентябре месяце. А я забеременела, посчитаю теперь по срокам. Я забеременела в январе месяце. В январе, в конце месяца. Можно даже и посмотреть. Алексей, а вы вот чисто по-мужски, я не могу вас понять. Значит, ваша жена вам подарила сына, вы ее встречаете с роддома. Простите, потом год, второй, третий, воспитываете как своего сына и потом вдруг... А потом передумал. Нет, не мой сын. Что произошло? При том, что 5-6 раз уже в течение года-двух мы то расходились, то сходились. А вы понимаете, когда люди расходятся, ссорятся, то сразу как бы и дети чужими становятся. Логично? Логично. Ну и просто периодически уже от этого устал. А ты не помнишь, как ты мне доказывал, как ты сидел и передо мной чуть ли не плакал и доказывал, что это твой ребенок. Верьте мне, это мой ребенок. А? Да. Помнишь? Ну а то, что... А ее слова? А как ты плакал? Я плакал на диване со мной сидел и плакал, когда Вика ушла со Стасом гулять. Почему Вика меня бросила, а пошла гулять с другим? Леша, я все равно... Ты можешь объяснить, почему вдруг сейчас ты стал сомневаться, что это твой ребенок? Я сомневался изначально. Вот посмотрите на него и посмотрите на себя. Вылитый вы. Вылитый вы с первой фотографии, с первого взгляда. Вылитый вы просто. Вылитый вы просто. Безусловно, похожи. Карие глаза, разрез глаз миндалевидный. И вообще, такой чудесный у вас сыночек, такой красивый, такой обаятельный. Просто вот влюбилась в него с первого взгляда. Ирина Дудник, мама Виктория. Скажите, изначально вам Леша нравился? Поддерживали выбор дочери? Он отличный зять был. Я в них души не чаял. Что же произошло? Честно говоря, я не видела между ними ни разу ссору. Я уходила на работу, они оставались дома, другой раз оставались дома. Я прихожу с работы, у них все идеально. Они не ссорились, они не ругались, они мне даже этого не показывали никогда. И с рождением ребенка? Вика, все было хорошо, да? Если бы вы видели рождение ребенка, это вообще, как только Вика позвонила с роддома, что у нее начинаются роды, вы бы видели, что Леша делал в доме. Во-первых, подкрывал в доме все ящики. Шкафчики, дверцы, вот это вот все, все подкрывал. Это что значит? Это значит, чтобы роды прошли успешно и быстро. Да! Это какие-то типа забабоны. выгнал кошку, зажарил быка на крепкого пацана, посмотрел три раза в зеркало, сделал... Примета такая, да? Да, такая примета. Как он начал суетиться, как он начал бегать. Я сама не знаю. Вообще, как бы нормальный, пошел бы на работу, но мой начал открывать ящики. А что, вот так вот, вот так это случилось, хотя уже у меня старшая дочь родила. Ой, боже мой. Он бегает, я возле него бегаю, мы не знаем, как это все, но все-таки мы пошли в роддом, и он был, присутствовал на родах. Мы его всю ночь поддерживали. Откачивали. У нас же все испортилось, это идея, это душа в душу. Ой, когда... Давайте про Ирину. Она вхожа была в нашу семью. Мы не думали, что мы, что так получится. Она начала постепенно, постепенно разбивать две семьи. Никто не разбивал. Разбивал. Да? Да. Разве? Разве. За пять лет ты никак не можешь забыть про нас. Да ты что, забыть? Он и его жена, Ирина, опасность дают Кириллу. Почему? Потому что, что вы мне в интернете написали? Мы придем в садик, без твоего ведома... Мы, а я... Помолчи, да, я скажу. Без твоего ведома заберем ребенка, увезем с Украины. Твои слова? С Украины никто его не заберет. Да какая разница? Садика имею право. Я могу ребенка взять садика. Без моего ведома. Я переживаю за ребенка. Садика ребенка можно забрать отец. Вы об этих сообщениях? Да. Как я должна на это реагировать? Мне твой бойстрюк не нужен, так как ты поймешь, Маша, теперь решай. Если ты требуешь алименты, то я назло буду видеться с твоим малым и буду рассказывать, какая его мамаша... Ох, что ли. Это отец хотите мне сказать? Он какой он может что-то делать? За пять лет вот этих выписываний тому. Я уже просто от этого устал. Я тоже устал. Ты подавала разные алименты, ты на суде сказала, что это не мой ребенок. Я этого не говорила. Я просто... Алексей, вы сами определитесь. С одной стороны, вы сомневаетесь, что это ваш ребенок, с другой стороны, вы хотите его забирать из садика. Назло маме, чтобы делать кому больно? Ребенку, маме? Нет, ребенок здесь вообще не при чем. Секундочку. Вы пишете вам всем пухом. Это не он писал. Вам всем ребенка включаете? Да нет. Это не он писал. Какая разница? Речь идет о том, что вдруг почему-то Алексей перестал считать Кирилла своим сыном. Вдруг. Почему? Вдруг, потому что было при знакомстве. И то, что Вика рассказывает, что они вместе в больницу пошли и сделали это самое, тест, и все, он обрадовался. Это неправда. Леша, нет? Не так? А что правда, давайте я расскажу. Когда я был в больнице? Вот расскажи. Ну, вот сейчас мама расскажет. Гулял он с ней, да, дружил, приходили. Потом, перед Новым годом, пришел, думал, останется. Все-таки же молодых. Да, нравится она мне. Ну, чем же со мной, когда она тебе нравится? Да она и красивая, и волосы, и все. Хорошо, дружите. Тут он приходит, все, два месяца, три месяца, ни слуху, ни духу. Тут в марте месяце приходит и говорит, мам, мам, ты можешь приготовить тормозок? Говорю, что случилось? Кому? В больницу. Говорю, кто заболел? Ну, друзья, мы же все же люди. Ну, пожалуйста, а кто? Вика. Мне ее жалко, к ней никто не ходит. А что случилось? Да я не знаю. Ну, факт тому же. Ну, и потом, когда узнали, что? Ну, пожалела, моя дитина пожалела. И это, пришел и... Подождите, я все равно не понимаю, откуда сомнения в том, что это ребенок его? Откуда сомнения, потому что она сама сказала, что нет, это не его ребенок. Давайте послушаем, что о последствиях перенесенного в детстве заболевания рассказала нам мама Алексея. А там дети от кого? Когда уже вот надо идти в армию было, ну, возраст такой, пошли и сказали, вам надо обратиться к урологу, он заходил с папой, сделали там какие-то анализы по этому самому. Или у него, во-первых, его беспокоило. Вот. Когда-то кто-то там его ударил в это. Ну, и получилось, что, да, там дали бумажку, что могут быть проблемы, не может быть детей. Может. Что это за бумажка? Что два года? Если предположить, что все-таки, ну, вы говорите правду и ваши подозрения, ну, не беспочвены. Тогда типа от кого там еще трое детей, да? От Святого Духа, я так думаю. Тогда кто может быть отцом Кирилла? Ну, наверное, этот Стас или как, я его никогда не видела. Тот парень, с которым она встречалась. Ну, слышала, когда мой сын с ним ругался. Хорошо, прошу прощения, а следующих трое детей, которые сейчас от кого? Вот хочу тоже, как бы, узнать. Ага, то есть тогда Ирина могла забеременеть не от Алексея? А те трое детей, которые у вас, это не ваши дети? Двое. Двое на мне и один... Один ребенок ее. Он взял ее с ребенка. Интересно, что скажет Ира в этой студии в ответ на ваши заявления. Я приглашаю в студию Ирину Насенник, нынешнюю супругу Алексея и Куму Викторию. Это такая тысяча и подача. Виктория, семью никто не разбивал, ты сама своими гульками и изменами мужа сама ее разбила. Да, это доказательство есть, что я изменяла. Да, у меня есть доказательства. Да? Клуб Жара, где ты работала, все остальное. Клуб Жара? Я там не работала. Мой бывший муж, даже Валера, может подтвердить, то, что ты встречалась со своим бывшим парнем. У нее был муж Валера. Она купалась в ванне с бывшим своим парнем, когда муж был в командировках и говорила, я с ним ничем не занималась, я с ним просто купалась. Это брыхня, это неправда. Нет, я своего мужа не изменяла. Ира, это брыхня. Я Лешу никогда не изменяла, когда я с ним жила. Ты сама это рассказывала, ты же сама это рассказывала, и Валера это может подтвердить. Ирина, у вас сколько детей? Трое детей. Один ребенок у вас от предыдущего брака? Да, но Алексея его с 7 месяцев воспитывают как своего ребенка. И у вас еще двое детей, которые... От Алексея. От Алексея. Да. Пиздец, ну, но вы знаете... О существовании справки, которой сказано о бесплодии. Да, я когда начала жить с Алексеем, он сказал, что у него, возможно, не будет детей. Мы с ним говорили, что если мы год с ним проживаем, у него не получается у нас сделать ребенка так, как мы хотели общего ребенка, то мы пойдем в поликлинику и начнем как-то лечиться или что-то думать, чтобы у нас был общий ребенок с ним. Мы прошили два месяца с ним, и я забеременела. Я на тысячу процентов уверена, что это дети Алексея. Вы ходили в гости к этим молодым людям, когда они были мужем и женой, и потом оказалось так, что вы с Алексеем. Я с Алексеем начала жить, он уже с Викторией около 8-9 месяцев он не жил. Скажите, а в тот момент, когда вы приходили к ним в гости, когда маленький Кирилл бегал по дому, вот в тот момент Алексей высказывал какие-то сомнения по поводу того, что это его ребенок? Мы даже в принципе особо не общались, я больше с Викторией общалась, так как мы дружили раньше с ней хорошо. Я даже не знала в тот момент, что она, можно сказать, со стороны меня обсуждает. Уже как это потом выяснилось. Алексей вам когда-то жаловался, что вот это не мой ребенок, наверное, где-то там загуляла Виктория? Нет, я уже потом, когда начала с ним общаться, он, в принципе, мне рассказал, но от кого я первого узнала, это Виктория мне рассказывала. То, что она сама не уверена, чей это ребенок. Потому что она, извините за такую подробность, один день переспала с Алексеем, на второй день она переспала с другим парнем. Она сама не знает, чей это ребенок. Она вам об этом рассказала? Да. Нет, не так. Вообще, до 4 февраля 2010 года я была с тобой, мы были у тебя дома. А до этого? Нет. До этого я уехала. Ты приехала. Ты же сама рассказывала. Ты же сама рассказывала. Уехала. Она этому парню, который у нас встречался, она тоже пыталась Кирилла навязать. тоже говорила ему, что это его ребенок. Вспоминай. Тебе Ира уже мозги так запутала? Я мозги не запутала. Ира, нам показывали здесь скриншоты, сообщения из... Да, я не отрицаю, что это я писала. Это вы писали? Да, потому что, извините, уже пятый год, это действительно все достало. Ребенок пришло. А зачем вы такое писали? Я не имела в виду то, что я, ну, как бы сказать, они, может, это неправильно на эмоциях... Я не имела в виду, как бы я написала просто, а теперь запомни сюда, крокодил ты, задела мою семью, лучше не попадайся мне на глаза. Если до тебя не доходишь, то твой байстрюк не нужен, так ты поймешь. А теперь решай, если ты требуешь алименты, то я назло буду видеться с твоим малым и буду рассказывать, какая его мамаша, прошмандовка, кончено. А то, что ты там понарассказывала, что Ира прогуляла деньги, так поверь, мы это знаем. Это все специально делалось, чтоб тебя пофоткать, в таком состоянии, какая ты, мамаша. И со временем я уже у тебя отсужу, поверь, такая тварь, как ты недостойна быть матерью. Царство тебе небесное, и земля вам всем пухом. Еще раз ты, или твоя жирная, потная сестра, там какая-то есть потная сестра, с такой же мамаши позвонят, когда-то-то я приду, заберу без твоего ведома малого и вывезу за границу. Боже мой. Какой ужас. Писала то, что за Кирилла я не один раз наблюдала и смотрела дома. То, что Виктория приводила Кирилла ко мне домой и уходила в свою личную жизнь устраивать. Подождите, подождите, то есть она что, плохая мама? Я считаю, что плохая, потому что она ребенку не сделала, во-первых, операцию. Вы написали, заберете малыша. Он же должен помочь за это. Вы написали, заберу малыша и вывезу из дома. Что это значит? Правильно, потому что я хожу на заседание суда, потому что Алексей в командировке, я как доверенное лицо хожу на суд. Она писала мне неоднократно, что она все сделает для того, чтобы Леша не виделся с ребенком. Хорошо, ваше обвинение в адрес Вики в том, что она где-то там работала, это что такое? Это не обвинение. Она сама лично, я жила с бывшим мужем, она приходила после работы, чтобы привести себя в порядок, чтобы ее мама такую не видела, приходила всегда с разбитыми коленами. Потом какое-то время она в красновогодние праздники были, она сидела, рассказывала мне в нетрезвом состоянии, что она работала там интим-услугами, занималась. Потому что она сказала, ей не за что прокормить ребенка. Это не бред, это не бред. Я видел Викторию, я и шел по городу на 95 квартале. На 95? Нашей студии девушка, которая хорошо знает и Викторию, и Ирину. Это Екатерина Курочкина. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Что вы знаете об этой ситуации, о всех этих историях, сплетнях? Об этой ситуации я знаю очень много. Что правда, что вы мы все? Алексей я знаю с того момента, как он еще учился в училище. Параллели в компаниях и с Викторией, и с Ириной я гуляла. Я несколько раз была в шоке, когда Виктория брала с собой по ночам, гуляла своего маленького ребенка, выпивала и шла с ним домой. Виктория, в принципе, видно, что ребенок очень... 2-3 месяца. Ну куда? Мне кажется, вообще пить нельзя. То, что про тот клуб «Жара», да, действительно. Так же самое, как говорила и мне. Так же самое, и мне предлагала работу там. Она тоже туда работала. Предлагала вам работу там? Да. А вы допускаете, что Кирилл может быть не от Алексея? Ну, она как-то так, знаете, реагирует... Мне кажется, что это правда, что она в этом клубе работала. Я не утверждаю, но ее какая-то реакция... Знаете, когда тебе, мне кажется, четко в чем-то обвиняют, чего не было, я думаю, какая-то другая должна быть реакция. Прямо другая. Ну, типа, та не было такого. Ты прямо будешь из кожи вон лезть. А у нее, типа, ну, не знаю. А Виктория, то, что она очень часто меняла парней, поэтому я могу сомневаться в этом. То есть не полностью, но сомнения какие-то есть. У нас есть еще комментарий родной сестры Виктории, Анастасии. Что она рассказала о всех этих хитросплетенных отношениях. Внимание. Ира нас уже терроризирует около пяти лет. Выписывает такие гадости. Она моей свеклой выписывала, что я могу вот показать, это все у меня есть, все это переписка. Она ей ты писала? Я кручу роман на стороне. Даже фотографию прислала, утверждая, что это Коля. А на самом деле это Дима, мой бывший парень. И это фотография в семилетней давности. Она создала страничку в интернете под чужим именем. Перечернутая фотография с Викиным лицом. И написала, что она никудашняя мать, и пусть земля будет пуха. Ну вот она мне писала, что я ношу под сердцем ребенка, и говорила, что ребенок – большая ошибка моя. Я этого ребенка ждала. Больше жизни. Она достала уже всех, реально. И Вику, и меня, и мужа. И уже мужа до родственников добралась, и их уже достает. Объясните, пожалуйста, значит, еще один человек, это сестра Виктории, которая утверждает, что вы и ее жизнь разрушаете, жизнь ее семьи. Если она говорит, что писала с другой страницы, Виктория говорит, что взломала со страницы одноклассники. Это мое предположение, что Ира взломала страницы. Во-первых, я с Анастасией не очень-то и хорошо знакома. А я с ней максимум за все это время, то, что я проживала полтора года с бывшим мужем, с Алексеем в пятый год, я Настю, как бы сказать, видела разов в пять-шесть от силы. И в принципе, я с ней так особо не общалась. То есть она врет сейчас, все это рассказывая? Нет, то, что я, получается, поступила учиться в училище, и там девочка, получается, сестра парня, с которым Настя встречалась. И вот она рассказала, что Настя ходила беременная от своего мужа, получается, сейчас, то, что она хочет отказаться от ребенка. Я Насте только то, что написала. Настя говорю, ты же еще ребенка не родила. Как можно отказываться уже от ребенка, который еще не родился, в принципе? Все. Она сказала, это не твое дело, ничего, этот все. Давайте выслушаем родную сестру Викторию. Анастасия Дудник тоже приехала в нашу студию для того, чтобы поставить точку в этом сложном семейном треугольнике. А что скажешь? ТНК там или что? Здравствуйте, в студии. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Слушай, красавица, что ты здесь рассказываешь? Когда я тебе говорила, что мой ребенок ошибка, когда это было? Ты говорила. Это было? Слушай, ты мою семью, ты рот закрой, с тобой другая тема будет. Рот закрой, я разговариваю. Рот не закрой. Рот закрой. Когда я за своего ребенка говорил, что это ошибка, ты мою семью хочешь Я разговариваю нормально. Я нормально разговариваю. Якобы поступают угрозы вам, какие-то от Ирины. Да, она мне почему-то писала СМСки. Я тебе даю день, чтобы ты меня убедила, чтобы я ничего не рассказывала твоему мужу. Что рассказывала? Если я своему мужу верна, у меня ничего, от него секретов никаких нет. Почему она мне пишет? Я не писала, что ты изменяешь. А за то, что ты от ребёнка хотела в больнице оставить. Ирина, а зачем вы вообще это писали? Я написала, я же говорю, у меня, наверное, работа... Вы за кого переживаете? За ребёнка. За ребёнка? Да у меня ребёнок живут лучше все. Ира, скажи, пожалуйста, а из-за чего ты резала вены? Из-за чего ты хотела детей выкинуть из окна? А, это очень интересная история. Я вам сейчас расскажу из-за чего. Я лежала в роддоме, рожала ребёнка второго. Виктория приехала к моему мужу в пьяном состоянии. Лёша её позвал. Ну, а чё приехал? А чё приехал? Подожди, Лёша приехала. Я запутался. Потом вымогалась, Алексей, деньги за то, чтобы я ничего не дала. Как мне надо было поступить? Я недели не прошла после родов, после родов. Я приехала, у меня был стресс. Ира, ты посвит. Ты со мной дружила и звонила. Зачем дружила? Ну, что ты ходишь? Мой мозг просто не выдерживает. Я пытаюсь как-то вникнуть во всю эту историю. У меня в голове только... Я уже потерял вообще суть. Специально лезь вот это. Ира, потому что ты приехала в чужой дом и залезла к моему мужу в постель и говорила, что я изменяю. Да? А ты? У всех семья была. Было всё хорошо. Что, разбили? Какая семья? Какая всё хорошо? Что вам не даёт покоя? Смотрите, ну... Я за детей переживаю. Подожди, подожди. Почему для вас так важно быть везде сущей? Почему вы пытаетесь внедриться в каждую семью, которая окружается близко? Через каждую семью вы добираетесь до родственников? Я думаю, что это каким-то образом касается моего Алексея. Я подозреваю, что Ире очень важно... Она живёт там, где есть какие-то проблемы. И вот везде... Важно быть в центре. Это не скучно. Чтобы вокруг не окрутились. Пока опять-таки, наступил март месяц. У неё там была на элементы подралась. Ирочка, а чем вы занимаетесь в свободное время? Я не занимаюсь в свободное. У меня свободного времени нет. Ира, у вас трое детей. Да. У вас совершенно вы безграмотно пишете. Вы должны своих троих детей чему-то научить. Потому что вы многому не научились. У вас ошибка через слово. Это раз. Во-вторых, вы должны забыть этих людей. И заняться своими детьми. Вы понимаете, что вы свою жизнь не развиваете. Я свою семью не создать. Как вы её развиваете? Вы сами не научились правильно писать. У вас трое детей. Вы лезете в чужую жизнь. Как не самое главное? Я считаю, что это не самое главное. Тихо, новый текст пошёл. Чего ты боишься? Тебя, наверное, бесит, что мой сын похож на Лёшу. А твои детки не похожи. Вот ты и боишься, что Лёша узнает правду. Лучше в интернате его отдало, чем так издеваться над ребёнком. Я ему просто, если что не... Я ему просто, если не сейчас, то потом, когда повзрослеет, расскажу всё про его мамашу и почему папа его ушёл. И он сам поймёт, какое чудовище его мать. А что для вас самое главное? Для меня? Какая семья? Семья, дом и дети. Так у вас уже третий муж. Какая у вас семья? У меня большая семья. К сожалению, вы не понимаете, о чём говорят. Интернест-буквание предбечает, в принципе, ненормативную, в принципе, лексику. И мне кажется, что это несерьёзный закид. Речь в высшем, что в этом любовном трикуднике вообще ни одной любови нет. Лише такие глухие кути, безнадёйные глухие кути. Но модель поведёнки Алексея такая, что он уверен, что дитина не его. На 100% уверен. И просто я хочу почути все-таки какие-то аргументы. От него или от его близких. Потому что это очевидно, мне кажется. Так же самая мать сказала аргументы. И я так же сам говорил аргументы. Потому что она спала со мной и спала ещё с другим человеком. Да, она была тебе верна. Да? Да. Отлично. Пока ты не изменил, пока ты не уйдёшь. До свадьбы ещё. Вы с ней поссорились. Вы с ней поссорились. Прошло время, она знала, что она беременна с Кириллом. И она тебе об этом сказала. Ну да. По кругу, почему-то совпадает, что это твой ребёнок. Это вылитая кожа твоя. Кирилл его ребёнок. Лёша, по большому счёту, Кириллу всё равно. Что написано вот в официальных документах. Ему важно, чтобы был папа в его жизни. Если это Лёшин ребёнок, то... Посмотрите, пожалуйста, на экран. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Я сказала, только через мой тупо я не дала. Лёша имеет право по закону видеться с ребёнком. Да не плевать, я не дам. Лёша имеет право видеться по закону. Лёша имеет право по закону видеться с Кириллом. Я побольше стараюсь проводить время с ребёнком. Турдом. Я стараюсь покупать игрушки, которые развивающие. Он у нас стал... Ну, он у нас поздно начал разговаривать. Я ему стараюсь такие игрушки куплять, которые развивающие. Ну, развивает. И он старается считать, писать. Это его любимая игра, в которую мы можем целый день играть. Так. Да? Четыре. Раз, два, три, четыре. Кирилл, а с кем тебе больше нравится гулять? Мама. Три, два. А, погромче. М-м. С мамой. С мамой. Ау. А, тюрочек. Ну, так показушно, конечно. А скажи ещё раз, так он с папой не видится. С мамой. Ну, всё, не дави, ты так меня же раздавишь. Мой мальчик. Всё будет хорошо, да? Да. Всё это все были кадры? Скажи, чтоб дети с камеры услышали. Да. Лёша, а ты смотришь на этого ребёнка? Вот что ты чувствуешь сейчас? В воспоминания хорошие. Твоё чутьё вообще, какой-то инстинкт, что тебе говорит? Мне есть сомнения. А, Настя, а как ты считаешь, вот этот тест ДНК в жизни Лёши, Виктории, твоей сестры, в жизни Кирилла, что он может изменить? Он Кириллу может дать папу. Но если только он будет приходить сам, без Иры. Без Иры, ну, пускай видится с ребёнком, никто не против. Ему и эти годы никто не запрещал видеться с ребёнком. Он даже не пытался. Даже конфеты ему за эти годы не купил. Лёша, спасибо тебе за племянника. За такого хорошего, честно. А перед этим эфиром Виктория и Алексей дали своё письменное согласие на проведение теста на отцовство. Давайте посмотрим, как это было. Внимание. Добрый день. Проходи, пожалуйста. До исследования берём буквальный цескоп. Это клеточки эпидемии. С внутренней стороны щёк для определения отцовства. И это тоже всех детей, да, типа, взяли? Сейчас мы будем брать буквальный цескоп. Это цескоп клеток эпителия с разовой плотности. Забор анализа произошёл. Сейчас мы их отправляем в лабораторию для получения результатов. Виктория, волнуетесь? Нет, не волнуюсь. Что результат этого теста изменит вот в жизни вашей вашего сына, если он покажет, что Алексей не является отцом? Не является. Пойдёт второго папу, наверное. Можешь, пожалуйста, помолчать? Хоть пять минут, пожалуйста. Ну? Пожалуйста. С другой стороны, я буду рада, что всё это закончится. Она будет рада, она мне сама это говорила. Да, и меня уже эта семья будет трогать и беспокоить не будет. Вы будете рады, что уже никоим образом не связаны с этой историей, но тем самым вы допускаете, что может быть и другой отец? Да. Отвечаю, чего ж ты молчишь? Ну, честно, скажи. Ну, допускаю. Ну, скажи, что не скажи. Она сама, для неё, наверное, загадка, кто отец. Ну, как-то вот, да. Алексей, а для вас? А для вас? Я же изначально сказал, что я не уверен. И то же самое, да, я хочу узнать. А что для вас важнее, доказать, что вы отец? Но она такая, реально такая, ну, да, она может быть, может быть. Вы не отец. С одной стороны, будет и хорошо, если мой это ребёнок, с другой стороны, нет. После рекламы результаты медицинских тестов, которые могут изменить судьбу сразу двух семей, не пропустите неожиданную развязку. Неожиданное? Неожиданное, если это не его ребёнок. Ожиданное, если это его ребёнок. Я думаю, что это не его ребёнок. Я думаю, что это не его ребёнок. Я думаю, что это не его ребёнок касается каждого. Тема нашей программы запутанных треугольников. Я приглашаю в студию представителя семейной клиники Амеда, который готов озвучить результат тестов на отцовство. Встречаем. Ну, как по мне, похож. Ну, реально. Так. А тут сейчас посмотрим. Юлия Азекина. Да, здравствуйте, Юля. На этой неделе было проведено обследование. Сейчас откроем конверт. Всё-таки есть какое-то волнение, я смотрю, по всем вам. Не-не-не-не. Результаты анализа... Внимание, тишина, пожалуйста. Ребёнок Соломатов Кирилл Алексеевич и предполагаемый отец Соломатов Алексей Иванович. 99. Вероятность отцовства в настоящем случае 99,99%. А в чём неожиданный поворот? Что-то сейчас, прикиньте, где дети окажутся не его. Вот тут, конечно, будет неожиданный поворот. А мать такая, не, ну он же бездетный. И мама такая... Я знала, я не зря ходила в церковь и свечку ставила. Во имя Иисуса. Кирилл, настоящий папа настоящий. Этот документ подтверждает, что Соломатов Кирилл, сын, собственно, Алексея. Это думает, фух, лава тебе, Господи, что-то не в клубе залетело от кого-то. Соломатова Алексея. Можно радовать с тетей Оле? Алексей, я вам вручаю этот документ. Вы рады, Алексей? Да. Даже я рада. Да? Пожалуйста, поздравляю. Спасибо. Да, я хочу, чтобы наставить, чтобы нам разрешили, чтобы Леша забирал Кирилла к нам на выходы, чтобы он со своими братиками гулялся. Извините. А теперь, кстати, Ольга, давайте вернемся к этой бумаге, которая в ваших руках. Это та самая справка, которая указывала на бесплодие вашего сына. Перед эфиром Алексей согласился пройти еще один тест, спермограмму, с помощью которой можно выяснить, насколько эффективен Алексей как мужчина. И результаты я попрошу вынести в студию и прокомментировать вас, да, вот как специалиста. А тех детей не брали? Этот документ, который у вас в руках, он подтверждает что? Он подтверждает, что на сегодняшний день спермограмма Алексея не в очень хорошем состоянии. Есть ли основания сомневаться, допустим, Алексей, учитывая вот этот документ, который у вас в руках, что эти двое детей, которые появились на свет, у Ирины не от него? Могут, такое может быть, это возможно, потому что вот этот диагноз, это приобретенная форма, а не генетическое бесплодие, это есть ряд анализов на ген, который отвечает за мужское бесплодие генетически. Я готова сделать ДНК, чтобы Алексей убедился, что это его дети. Алексей, а вам это нужно, Алексей? Нет. Мне нужно. А вам это зачем, Ольга? Он мой сын, я не хочу, чтобы его так само выгнали, или он ушел, или раз это, и опять элементы. Все проблемы опять на меня, понимаете, на меня это все. А в принципе, Ирина, давала вам повод сомневаться, что она верная жена Алексея? Вы знаете, если это все копнуть, далеко и глубоко будет. Алексей, мне кажется, что все-таки проблема в вас, потому что вы не уверены в собственной эффективности, и вы ставите под сомнение репутацию своих жен. Мы просто хотим, можно сказать, Алексея маму, чтобы она не сомневалась, что это Алексея внуки. Как говорится, я сама хочу это сделать. Чтобы убедилась, чтобы она уверилась, что она бабушка детей, и все. Мы готовы предоставить вам эту возможность провести тест ДНК, только лишь потому, что мы не хотим, чтобы ваши дети подвергались сомнениям и путались, кто их отцы. Я вам буду очень благодарна, если вы поможете мне это сделать. Сразу по окончанию этой программы, семейная клиника Амеда и лаборант Юлия Азыкина сможет взять все необходимые биообразцы, и тест будет проведен, и вы узнаете результат этого теста. И, конечно, дорогие зрители, мы вас проинформируем. В одном, конечно, мы сегодня уверены, что Кирилл – это родной сын Алексея. И даже я знаю, насколько этот мальчик скучает по своему отцу. Посмотрите на экран, пожалуйста. Кирюша, чем ты любишь заниматься? Играть. А еще что? Кирять. А ты в садик ходишь? Да. У тебя есть там друзья? Да. Много? Да, нет. Нет. Кирюша, а ты папу помнишь? Да. Помнишь? А как папу зовут? Лёша. А он приходит к тебе в гости? Нет, никогда. А хотел бы ты, чтобы приходил? Да. А он звонит тебе? Нет. Ты мне быть очень мах. А когда будет телефон, будешь папе звонить? Да. Хотел бы, чтобы он тебе звонил? Да. А хочешь папу увидеть уже? Да. А с мамой хорошо тебе? Да. Мама любит тебя? Да. И играть с тобой любит? Да. А подарочки какие-то от папы у тебя есть? Немало. Любишь папу? Да. И маму? Да. Жалко ребенка, конечно. Алексей, Кирилл сейчас находится за кулисами, и он очень ждет встречи с вами. Вы готовы обнять своего сына? Прямо сейчас? Да. Тогда что же вы сидите? Кирилл там. Ирина, ну так приведите своих детей, они же тоже здесь? Да. Да. Давайте мы посмотрим на всю вашу большую семью. АПЛОДИСМЕНТЫ Кирилл, а что ты хотел папе сказать? Что ты хотел папе сказать? Что ты хотел папе сказать? Да. Он просто хотел выйти в студию и сказать папе «Привет». Он стесняется. Он просто стесняется. Но самое главное, он вышел и обнял папу. Это слово понятно, что он хотел сказать. Я извиняюсь, ведь малыш просто лег в пак. Где? Это нормально. Кирилл, ты что скажешь? Это нормально. Все хорошо, да? Так. Все? Я думаю, что вы объясните потом вашим детям, что в общем-то папе они братики. И они должны, конечно, общаться. И они не должны слышать никаких ваших вот этих вот разговоров в таких тонах, которые здесь были. Виктория, и я вам еще раз скажу один секрет, и психолог меня поддержит. Это во всем мире мальчики после шести лет начинают самоутверждаться на мамах. И вы должны быть готовы, что чем дальше, тем больше ваш сын будет тянуться к папе. Это естественно. Это у всех везде и всегда. Даже после трех лет отцовская фигура, как фигура закона, должна быть рядом с мальчиками. И еще я вам посоветую, посмотрите эфир этой программы. Он у вас будет в открытом доступе. Посмотрите на себя со стороны и посмотрите на своих детей. Может быть, тогда вы поймете, вообще ради чего стоит жить и идти на компромисс и договариваться. Быть отцом по документам, конечно, очень ответственно, но мне кажется, это не самое главное. Гораздо важнее быть отцом для своего ребенка по жизни. Будьте рядом со своими детьми и любите их, безусловно. Это касается каждого. Расскажите свои истории нашим редакторам. Сейчас на экране вы видите номера телефонов «Горячие линии», как будут развиваться события за кулисами после этого эфира. Вы сможете увидеть на официальном канале «Касается каждого» в YouTube. Спасибо, что были с нами. До свидания. Да, ну, это тоже похоже на платье. Я думаю, что это уже его дети. В чем неожиданная концовка? Давай посмотрим. Ее с 3,9. Вероятность отцов – 199,9. Ну, а там? Женя, наш внучок. Данил Алексеевич. Тоже, вероятно, отцов – 199,9,9. Зато такие сказали. Неожиданная концовка. Неожиданная. Блин, вот любят телеканал. Неожиданная. Он папа всех детей. Неожиданно в том, что он бездетный, он папа всех детей. Ха-ха-ха. 9, Даша. Если там 7, то тут аж 9. Спасибо. Большое вам. Ваши передачи. Здравствуйте. Так, пожалуйста. Вот, пожалуйста, вероятность. 99 – это Евгений. И 99 – Данил. Она такая, фух, я тоже случайно не залетела от дрова. Тролюшка, твои дети. Не нагуляла. Все-таки я была уверена, что это дети Алексея. Поэтому, как бы сказать, я не сомневалась в ответах ДНК. Ай, ну, шо скажете. Ой, дурдом, если честно. Но, согласитесь, было не скучно. С радостью прочитаю ваши комментарии, ваши мысли. Буду благодарен за лайк. Вам не сложно, мне будет очень приятно. И увидимся в новых историях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...